МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня обстоят дела с приемом в секцию биатлона. Мы спросили у самой Анастасии. Как было сказано, стали принимать прошения всех желающих, кроме нового установленного возрастной категории с 9 лет. Все родители, которые пришли, у них заявление приняли, сказали, мест нет, но они будут рассмотрены. Только одному мальчику, которому нет 9 лет, отказали. Но после этого стали также тех, кому нет еще 8-9 лет, принимать прошения в спортцентр. Сколько было принято заявлений от родителей? На данный момент их более 15 заявлений, как в электронном виде, так и лично подписанных. Как будет дальше решаться вопрос о приеме этих детей? Мы этот вопрос хотели услышать на встрече, ответ на встрече в понедельник, которая у нас была назначена вместе с мэром и с директором спортцентра. Но, к сожалению, нам не удалось услышать, потому что директор спортцентра не пришел в самоуправление. Но после этого мы поехали к нему лично и попытались задать вопрос. Плюс комиссия должна быть создана, но неизвестно в каких числах. И вообще было сказано, что мы тут хотим. Мы хотели создавать свое ВШИ и создавайте. Таким образом, неясно, когда комиссия начнет рассматривать заявление о приеме детей в секцию биатлона, какому тренеру определит их и что решит делать с теми детьми, которым не исполнилось 9 лет. Как ранее сообщала редакция методист спортцентра, в секции биатлона могут заниматься дети не младше 9 лет. Между тем, на сайте Висыгинского центра спорта и рекреации нам не удалось найти документов, регламентирующих нижний предел возраста для занятий биатлона. В описании порядка приема детей в спортцентр говорится лишь о том, что в него принимаются дети не младше 5 лет. Таким образом, родители, дети которых хотят заниматься биатлоном, не могли знать, что в отделении биатлона принимают только с 9 лет и подали заявление. Но у вас все-таки занимаются дети до 9 лет. У нас год и два года назад были приняты дети, которым было 6-7 лет и на данный момент, которым до сих пор нету 9. Тогда вопрос, что будет с этими детьми, будут их теперь выгонять или как будут рассматриваться теперь такие дети. Мы спросили руководителя клуба биатлонистов Вячеслава Румянцева, какими документами, регламентирующими возраст юных спортсменов, он руководствуется при приеме в свой клуб. Мы принимаем детей в основном с 7-летнего возраста, младшие исключения, но на данный момент развитие биатлона в мире таково, что создаются условия для начала занятий с более раннего возраста. Лазерные винтовки позволяют маленьким детям участвовать в соревнованиях, обучаться начинать чуть-чуть раньше, чем это было принято всю жизнь. А какими рекомендациями вы руководствуетесь при определении возраста ребенка? Есть рекомендации департамента, при которых нижней границы не обозначено, только написано, что до 11 лет можно начинать заниматься. Младший группой. Да. И мы общаемся с биатлонным сообществом, как литовским, так и международным. И все спортивные центры, школы рекомендуют начинать заниматься с 7 лет. Как вы оцениваете такую ситуацию, если дети, которые занимаются в вашем клубе «Фаворитасы», будут заниматься потом не у Анастасии в спортцентре, а у другого тренера? Ну, вы знаете, дети, которые начали заниматься у Анастасии и в клубе «Фаворитасы», они работают по нашей проверенной методике, дети развиваются, и менять тренера им не будет полезно. Это абсолютно разные методики, разный подход к детям, и обучение детей происходит в игровой форме, и поэтому дети должны продолжать заниматься у тех тренеров, с которыми начинали. Субтитры создавал DimaTorzok